Почему программы тормозят? Серия субъективно об IT. Поводом записать выпуск послужил опыт работы с новой для меня программой PGAdmin. Это типа приложения для администрирования с UBD Postgres. Типа, потому что вместо полноценного приложения это такой импровизированный браузер. Сильное недовольство вызывает то обстоятельство, что этот браузер постоянно потребляет электричество. В диспетчере задач нередко можно видеть, как программы с трассирующей сборкой мусора неприятно выделяются из общего списка повышенным потреблением процессора и оперативной памяти. PGAdmin ничего не делает, кроме того, чтобы моргать курсором, но тратит на это 1 восьмую от общего процессорного времени. Ядер 2, значит это 1 четвертая от процессорного времени одного ядра. И это еще не самая плохая ситуация. Доводилось работать в бюджетных организациях, да и в местном провайдере пока работал. Там хоть и частная организация, но устанавливать избыточную оперативную память никто не собирается. На месте последней работы, где я был системным администратором, производилось обновление с полу гигабайт оперативной памяти до гигабайта. А здесь целых 4 и хватает. На самом деле это объемы памяти гигантские. Я еще помню те времена, когда у меня жесткий диск был таких размеров, а сейчас все оперативная память. Были времена, когда популярными являлись терминальные серверы. Это начало 2000-х годов, например, и на них удаленно работали десятки пользователей, а ресурсов там было даже еще меньше, чем сейчас. И как-то хватало. Сейчас, как правило, пользователям доступны все ресурсы одного компьютера, и их больше, чем было раньше. Но все эти ресурсы убиваются в хлам теми программами, которые сейчас пишутся. Хотелось бы прокомментировать, почему так происходит. Прокомментировать субъективно, в своих словах как можно более ясно донести мысль. Дело в том, что с середины 90-х и далее программисты начали медленно, но верно сходить с ума по так называемой трассирующей сборке мусора. Ее часто называют просто сборкой мусора, но счетчики ссылок активным сторонником, которым я являюсь, это тоже сборка мусора. Поэтому, чтобы различать, лучше уточнять, что имеется в виду трассирующая сборка мусора. Когда память программы управляется счетчиками ссылок, у объектов в динамической памяти есть, соответственно, счетчики ссылок. Это, как правило, просто число, которое увеличивается и уменьшается, когда программа работает со ссылками на объект. Также в качестве усложнения бывают реализованы слабые ссылки, которые при уничтожении объекта автоматически обнуляются, и для них нужно дополнительное место в каждом объекте. При таком подходе операции освобождения памяти равномерно размазаны по времени. Память занята только живыми объектами. Производительность падает пропорционально количеству освобождаемых объектов. То есть, если в такой программе закрыть большой документ со множеством связей, то программа может подвиснуть, пока будет это делать. При этом понятно, в какой момент ожидать мегатормозов. При этом в остальное время поводов тормозить не имеется. При трассирующей сборке мусора применяется другая стратегия. Программа постоянно мусорит, мусорит и мусорит, но вдруг по какому-то эвристическому алгоритму наступает момент, когда дальше это продолжаться не может, и программа замораживается, и начинает работать сборщик мусора. Сборщик мусора помечает все объекты, которые встречает, анализирует ссылки между ними, и так пытается обойти все объекты, которые только может. Те объекты, которые сборщик мусора не смог найти, соответственно, оказываются мусором. А до того, как сборщик мусора сделает полный обход, представление о том, что есть мусор, а что есть полезный объект, спекулятивное. И как только программа отморожена, снова непонятно, где мусор, а где нет. При таком подходе производительность падает пропорционально количеству живых объектов. То есть, если программа что-то делает, делает, и вдруг оказывается, что у нее выделен гигабайт памяти, и надо собирать мусор. Мусор собрали, выяснилось, что живых объектов всего 16 мегабайт, а остальное мусор. Таким образом, время потрачено на то, чтобы обойти 16 мегабайт живых объектов, а все остальное оказалось мусором, и избавиться от него можно почти моментально. Напротив, при подсчете ссылок, если программа освобождает память с 1 мегабайта до 16 мегабайт, то она будет тратить время на освобождение каждого мегабайта умирающих объектов. Эта ситуация, которую я описал, она до некоторой степени надуманная и несправедливая по отношению к счетчикам ссылок. Во-первых, чтобы разом освобождать много памяти, это ситуации редкие, и разработчики все же могут их распознать и вынести в отдельные потоки. Более вероятно, что этот процесс будет размазан по времени, и все это время программа будет работать отзывчиво, в то время как трассирующая сборка мусора поставит программу колом. Во-вторых, если после освобождения памяти трассирующей сборкой мусора остается 16 мегабайт, то реалистично предположить, что на самом деле программе примерно столько памяти и нужно. Но чтобы трассирующий сборщик мусора работал хорошо, программа должна хорошо мусорить. В-третьих, реалистично предположить, что программы, особенно долгоживущие, памяти требуют примерно одинаково все время. При этом в фоне проделывают какие-то действия, получают по сети данные, отправляют, и получается, что в программе живых объектов на 1,5 гигабайта, потом появляется сборщик мусора, собирает мусора на 10 мегабайт, и так до следующей сборки мусора. Трассирующий сборщик мусора обходит 1,5 гигабайта памяти ради 10 мегабайт мусора. При трассирующей сборке мусора надо платить за живые объекты. Надо платить постоянно. Это как вечный двигатель наоборот. Каждая программа, использующая трассирующую сборку мусора, это такой потенциальный вечный двигатель наоборот. Черная дыра, засасывающая вашу оперативную память и процессорные мощности. В отличие от вирусов-майнеров, выгоду не получает никто, ресурсы убиваются в ноль. Все становится тем хуже, чем больше одновременно запущенных программ с трассирующей сборкой мусора. Дело в том, что если программам не хватает места в оперативной памяти, то операционная система начинает сжимать или выгружать на жесткий диск страницы памяти. То есть программа, в которой сработал трассирующий сборщик мусора, это такая кукушка, которая раскидывает все остальные программы из оперативной памяти. А после того, как он сработал в одной программе, он срабатывает в другой программе и начинается обратное перекачивание. У первой программы страницы выгружаются на жесткий диск, у другой все раскиданные страницы загружаются обратно. Процесс это не быстрый. Целенаправленно читать и писать жесткого диска было бы оптимальнее, чем буксовать из-за страниц, выгруженных из памяти. Так что программы с трассирующей сборкой мусора встают колом. Особую пикантность этой ситуации может придать антивирус, который будет постоянно проверять, не заразил ли какой-нибудь вирус страницы памяти, пока они были выгружены на диск. Если при этом трассирующие сборки мусора начались сразу в нескольких программах, они входят в клинч. Все. Ваше мощнейшее по меркам 2000-х годов железо помножено на ноль. Аргументом, двигавшим продвижение трассирующей сборки мусора, долгое время является якобы положительная возможность собирать циклические замкнутые структуры. Вообще говоря, циклы сильных ссылок – это программная ошибка. В нормальной программе на все, что происходит, должна быть причина. Сильные ссылки выражают эту причинно-следственную связь. Если на объект есть сильная ссылка, значит к какой-то части программы нужно, чтобы объект жил. Либо другому живому объекту нужно, либо, если сильная ссылка в локальной переменной, это нужно одной из исполняющихся задач. У разработчиков есть техническая возможность совершить нарушение каузальности, замкнув сильные ссылки между объектами. Если все остальные сильные ссылки потерять, то счетчик ссылок у объектов в таком цикле уже не опустится до нуля, и они до самого конца программы не освободятся. Трассирующая сборка мусора действительно была бы полезна для выявления таких баронов-мюмкаузенов, поднимающих себя за волосы. Но только как инструмент отладки, а не для постоянного использования. То есть, если сработал этот отладочный инструмент и найден цикл из сильных ссылок, нужно разработчику слать письмо с ошибкой. Нифига себе, какие приколы у тебя тут мюмкаузены в программе, бегом исправляй. Ничего подобного трассирующие сборки мусора не делают. Они без каких-либо сообщений растворяют мюмкаузенов в воздухе, а программа так и остается с неисправленной ошибкой. У сумасшедших программистов это нарушение каузальности не считается ошибкой. Поскольку это как бы и не ошибка, то со временем программы начинают этими ошибками кишмя-кишеть. И если взять программу, рассчитанную на трассирующую сборку мусора, которую писали много лет, то для такой программы трассирующая сборка мусора уже превратилась в систему жизнеобеспечения. Это вместо легких, смотри, это впивается в легкие. Она убивает все вычислительные ресурсы, до которых способны дотянуться, но хотя бы работает. А если систему жизнеобеспечения отключить, переведя на нормальный счетчик ссылок, то накопившийся груз ошибок нарушения причинно-следственных связей похоронит ее совсем. Я не считаю, что она должна так жить. Ты в порядке? Я не знаю. Я хочу домой. Трассирующая сборка мусора применяется в Java, C-Sharp, .NET, Ruby, JavaScript. Во многие программы под Windows трассирующая сборка мусора заходит под покровами .NET. Был раньше Delphi IDE без .NET, стал с .NET. Был раньше MatCat без .NET, стал с .NET. Был раньше AutoCat без .NET, стал с .NET. На кой ля-то ну там? Нормально же раньше все работало. Нет, надо было испоганить. Explorer раньше был без .NET, а теперь вслед за живыми плитками потянул этот ужас. Нажал громкость? Жди. Вы что, не видите? У нас слоп после сборки мусора. На Android ни одна программа не может обойтись без хотя бы небольшой прослойки Java. А Java значит трассирующая сборка мусора. Все, что исполняется в браузере, это JavaScript. А JavaScript значит трассирующая сборка мусора. И многие приложения, они как PG-админ. На самом деле браузер. И они мусорят и собирают мусор. Это какой-то хтонический ужас, сметающий все на своем пути. Нигде не укрыться. Почти. Единственной организацией, у которой хватило духу сказать сумасшедшим решительное нет, стала Apple. Возможностей поэкспериментировать со сборкой мусора у Apple было несколько. Первый раз на волне ажиотажа от нового языка Java, там переписали на Java даже TextEdit, это что-то вроде блокнота. И блокнот тормозил. Второй раз делали попытку на Objective-C. Оба раза повезло не сильно увязнуть и не впасть в зависимость, выйти сухими из воды и другим пример подать. Завершаю этот выпуск рекомендациями разработчикам. При выборе языка программирования обращайте внимание на то, как обстоят там дела с трассирующей сборкой мусора. Есть ли там непосредственно подсчет ссылок или есть ли там RAII. Поскольку сумасшедшие добрались до очень многих языков программирования, то все эти языки программирования можно отбросить и остается не так уж много хороших. ADA, Delphi, Swift, Rust. Запомните эти языки программирования и старайтесь все, что можно, писать только на одном из них. Здесь отсутствуют некоторые другие языки программирования, слишком небезопасные. Про них я поговорю в другой раз. Если вы сами не программисты, обращайте внимание на то, на чем написаны программы и старайтесь отдавать предпочтение им. В частности, EMS для Postgres написан на Delphi и работает заметно лучше, чем PG-Admin. Это был выпуск, посвященный трассирующей сборке мусора из серии субъективно об IT.